Приветствую вас и причин, по которым ваш ребенок мог изменить свое поведение и стать раздражительным, блоксивным и эфиричным может быть очень много. Первая и самая важная, самая вероятная, самая конкретная причина заключается в том, с какого момента ребенок начнет так себя вести. Вы пишете, что за последний год она стала блоксивой, значит, за последний год что-то изменилось. Что именно нужно проанализировать, что именно требуется понять и, изгадя из этого, уже принимать решение. Вполне вероятно, что вы стали уделять своему ребенку меньшей внимания. Может быть, стали относиться к ней как к более взрослому человеку, она, поэтому, оказалось, не готова. Может быть, что-то еще. То есть, тут моментов может быть очень много, я надеюсь, вы это понимаете. Немаловажно и то, какая атмосфера в вашей семье. Насколько спокойны, гармоничны ваши отношения с отцом ребенка. Насколько у вас доверительные отношения. Немаловажно и то, сколько времени вы проводите за ребенком, общаетесь ли вы с ним, балуете ли вы ее и так далее. То, что она стала раздражительной, говорит о том, что она требует внимания и хочет, чтобы у нее все получалось. Сразу, без усилий. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что у ребенка было чего-то в избытке. То есть, ему было раньше очень легко, а сейчас внезапно стало сложно. Ребята не могут понять, с чем это связано. Как это произвестно, потому что нет осознания. И чтобы это осознание появилось, нужно повторить свое поведение к ребенку, устраивать правильно. Если вы, например, чего-то делали раньше и перестали это делать, то желательно это возобновить, желательно это вернуть, а потом постепенно снимать. Поэтапно показывая ребенку, что, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Но так, чтобы он это понимал, чтобы у него было осознание, почему так происходит. Следующий очень важный момент. Ребенок может плакать и силой потому, что он ожидает помощи от вас. То есть, если раньше ребенок, вот, при любой малейшей проблеме мог обратиться к вам, допустим, и вы ему помогали, то сейчас, может быть, вы стали меньше помогать. Может быть, у ребенка возросли аппетиты. То есть, он считает, что вы ему должны помогать в любом случае. Это, конечно же, не является правильным. И в таком случае вам нужно, во-первых, договариваться с твоей девушкой, объяснять ей, что вы не будете ей помогать, что она на какие-то моменты сама будет решать, и так далее. То есть, если все дело в этом, то вам просто здесь нужно проявить терпение, вам нужно проявить здесь стойкость, выдержку. Ребеноку непривычно, что ему не помогают. Поле привычно ему, когда вы приходили на помощь в каждый раз. Вот, в принципе, и все возможные причины, которые можно выявить, исходя из того, что вы написали. Для более углубленной работы, для более конкретного ответа на ваш вопрос, вам нужно раскрыть ситуацию подробно, описать отношения и вашим сыромим мужем, может быть, другими родственниками. Вам нужно описать отношения своей дочери изначально. Отношения дочери с папой. И тогда, на основе этой всей информации, можно и нужно будет делать какие-то выводы или какие-то рекомендации. Но, вообще говоря, самым, наверное, правильным решением будет показать ребенка детскому психологу, чтобы он установил с ним контакт и выяснил, без вас, естественно, какие проблемы у девочки. Также, я бы рекомендовал вам почаще разговаривать с ребенком, общаться с ним. Просто общаться, то есть, без привязки к действию, без обязательного занятия чем-либо, без требования, как с вашей стороны, так и с ее стороны. Простое непринужденное общение. Для чего? Чтобы ребенок, во-первых, в процессе диалога с вами, может быть, задрогнул эту тему, то есть, ну, что его беспокоит, почему, может быть, вы сможете понять некие глубинные сомнения в вашей девочке, это поможет вам. Ведь если вы узнаете, почему ребенок так себя ведет, вам будет легче сориентировать свое поведение, согласовать свои действия с ее, и тем самым, ненавязчиво помочь ей это сомнение подавить, потому что пока еще эти истерики говорят о том, что у ребенка есть какой-то внутренний конфликт. Если на этот конфликт внимания не обращать, со временем он может стать комплексом. Ага, комплекс очень сильно будет мешать в жизни. Так что, решать вам. Главное, ситуацию не запускать, пытаться всесторонне изучить, и если какие-то есть действительно проблемы, основания для такого поведения, как, например, у вас, в ваших отношениях может быть корень проблемы, да, то есть ребенок негативно реагирует на то, например, когда родители там ссорятся, или редко бывает дома, или мало общаются с ребенком, и так далее. То есть все возможные причины нужно устранить. И тогда я думаю, что как минимум изменения будут. Какие именно сказать сложно, нужно учитывать множество факторов, но тем не менее изменения какие-то будут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok